Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем недельную главу КИТЦ. Все время она просит КИТЦ говорить человеку, человек, помоги, пожалуйста, ближнему. А кто самый ближний? Ты сам. То есть человеку надо помочь в этом месте не только увеличив здоку, а еще и срочно выручая себя. Хафицхайм, например, распространял концепцию самопомощи именно на духовную сферу. Он говорил, что Бог всегда готов помочь человеку. Но при одном условии, что тот сам предпринимает какие-то необходимые действия. Например, человек, например, говорит в молитве, помоги мне там, как читается молитва, просвети словами Торы твоей. Закончив молитву, убегает и в течение дня не найдет 5 минут посидеть, поучить или посмотреть урок какой-то или Тору. Ну, так, а что? Что можно рассчитывать? Что ты свою просьбу продвинул, что она у тебя будет рассматриваться наверху? Хафицхайм привел интересную иллюстрацию к ней. Представьте себе, один человек просит друга какого-то знакомого, одолжить ему деньги, хорошего знакомого. Друг соглашается, охотно говорит, конечно, давай в 8 часов вечера на площади кого-то, с Жаботинского, встречаемся. Ну, все, тот взял и не пришел без всяких причин, без ничего. Звонит, слушай, давай займем деньги. Ну, на следующий день тоже не пришел. Не морочит головы в третий день. Ну и что, суд он вряд ли получит. И друг будет сердиться на него, и зря потратил время, остался в дураках и отношения испорчены. Вот так со Всевышнего. Если мы изо дня в день просим его о здоровье, о удаче, в делах, ну, ничего вообще не делаем, ни одного усилия не прилагаем, не берем на себя никаких обязательств, то он на нас, извините, сердится. Он на нас сердится. Поэтому тут надо немножко понять, дорога в две стороны. Торин надо смотреть, она глупше, чем мы думаем. К примеру, в нашей недельной главе говорится, сделай ограду на крыше дома. Все знают, что это опасная высокая крыша, чтобы кто-то не упал. Но мудрецы говорят, подожди, здесь еще не об этом совсем. Крыша самая высокая часть любого строения олицетворяет, что эго, эго человека, она дает человеку завышенное представление о своем себе, чтобы человек не упал с крыши, позволив самому вот этому своему раздуться, этому самолюбию. И нас наставляют сделать ограду для своей крыши, контролировать эго, умерять его перилами ограды. Пошли дальше. Сказано, и отдаст Бог врагов в руки твои. В первую очередь, опять же, не надо смотреть только прямо, надо еще понимать, что это внутренний враг. Дело в том, что, как бы, если ты идешь на своего врага смело, написано, если ты действительно понимаешь, что я твердо буду держаться за духовные вещи, то я церва и все самое страшное злое начало, и все это же зло в мире, оно иллюзия. Если ты серьезными намерениями идешь против него, опираешься совсем на другое могущество, вот ты все равно выиграешь. Это напоминает экран кинотеатра, на котором разыгрываются там какие-то фантастические события, красивые все, или какой-то ужасный монстр. Ну, стоит зажечь свет в зале, и все, что было на экране, исчезает, как бы испаряясь. Поэтому, когда ты выступаешь-то, если это ты, если в тебе есть мужество, это Фатамаргана, мираж, и сразу исчезнут. Так же и во всем остальном. Это глава, очень много, 72 заповеди есть. Больше ни в одной главе мы не найдем. И это перед Илулом, чтобы мы поняли, что важно, что не важно, чтобы мы еще раз читались, что, как нам исправляться. Мы лепим свою жизнь сами, мы сами ее рисуем. До конца года есть еще время. И работа года не просто не закончена, нам дается еще шанс. Сейчас месяц, Илул, время кинуть, вот так кинуть взглядом всю свою работу за год, внести все необходимые исправления. Знаете, как художник работы работал, он отошел и смотрит, что еще добавить. Надо сделать, чтобы картина будущего года была более совершенная. Вот все, что от нас требуется. Аббревиатура, вот буквы, слово Илул на иврите, является начальными словами следующего предложения. Никогда нельзя терять присутствие духа. То есть это одно из важных вещей нашей борьбы за, как это, за удачный судебный приговор в Рошашинам. Хорошее настроение, это очень важно. Хорошее настроение, если человек в депрессии или человек в скуке, он вообще не может ничего, он все время будет на что-то переживать. Это нельзя в Илуле, это запрещено в Илуле. Должна быть понимание своих сложностей, серьезность ожидания суда, но должна быть улыбка и благодарность. Это та основа, с которой мы победим на суде. Брахава от слаха.